Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 апреля. Вот я пришла в первую теплицу, где высажены самые-самые у меня первые томаты в конце марта, чтобы сделать третью подвязку. Во время утреннего обзора я вам говорила, что кусты уже начали разваливаться. И я сейчас очень-очень подробно расскажу. Самая главная мысль, которую я вам сейчас хочу донести, это главное не упустить, не упустить этот момент, не допустить загущения кустов. Потому что вот смотрите, при таком способе выращивания, сейчас вам покажу, поближе подползем. Вот видите, у меня два куста в одной лунке. Два куста привязаны к одному колышку. И вот при такой уплотненной схеме посадки, это самое главное, не упустить момент, не дать им разрастись, развалиться кустам, загуститься, иначе получим обратный эффект. Высадили для того, чтобы получить больше урожая, а получим меньше. Сейчас я вот подойду к любому из этих кустов. Я специально сначала низ обработала, не стала верх привязывать. Теперь покажу вам верх. Когда я снимала видео, говорила, что нужна срочная подвязка, были, как, кусты распадались. Вот я подвязала, они стояли очень хорошо, буквально, ну не знаю, за неделю что ли. Смотрите, они как сильно разрослись. И снова вот эти вот кусты, вырастая, они опять распадаются. Вот эти скоро будут выпадать в проход. В это время нужна еще одна очередная подвязка. Я сейчас осторожно, не трогая вот эти цветочные кисти, вот так вот подтяну опять колышку, чтобы он был стройненький, чтобы в теплице был порядок, и они выглядели как бы опрятно. Но я расскажу вам, какая опасность тут у нас подстерегает нас. Когда у меня было два вот этих, я оставляла два вот этих стебля у ботяни. Но я говорила, что вспомогательный ствол, я, возможно, две кисти оставлю, вот самые крупные, и прищепну. А главное будет расти дальше. Но тут происходит такая ситуация, которая знакома, скорее всего, всем. Вот смотрите, вот этот ствол, он раздваивается еще раз. И получается, что если упустить этот момент, вот мне уже надо было, наверное, дня три назад выщипнуть, этот ствол, смотрите, он стал такой же толстый, и у него уже вот она, завязь, бутоны. И люди, подходя и видя вот такие бутоны, а если еще день пропустить, то тут может и цветок расцвести, у них не поднимается рука, вот убрать вообще этот, вот смотрите, какой он толстый, какой он здоровый. И людям кажется, что этот же урожай будет раньше, чем тот, который на главном стебле после. Уже видите, маленький вот такой, он же меньше, он же будет позже. Этот же опередит. Давайте этот оставим. Это самая главная ошибка. Проблема в том, что растолстеет этот пасынок. Он для того, чтобы эту кисть сформировать и выкормить, у него будет очень много листьев, и вы понимаете, конечно, это будет загущение. Тут желающих очень много остаться. Вот еще один. Вот они, видите, тоже. Каждый пасынок, вот следующий, он только появляется, он сразу нам показывает цветочную кисть, как бы уговаривая нас. Оставь меня. Видишь, я вот только то, вот сейчас уже вот скоро дам тебе урожай. Не поддавайтесь на эти уговоры, не слушайте их. Выщипывайте безжалостно. Если вы оставили вот эти два ствола, вы и ведите эти два ствола, потому что и так уже вот этих цветочных, плодовых кистей очень много. Так, я сейчас вам покажу, в какой фазе находятся томаты сейчас. Вот смотрите, первая кисть уже благополучно завязалась, но какая-то томатка побольше, какая-то поменьше, это не важно. Главное, что эта кисть, несмотря на неблагоприятные условия, в которых она была, она же первопроходец, она вот опылялась там, завязывалась в очень неблагоприятных условиях. И куста от куста тоже отличается. Вот у каких-то больше плоды, как я уже вам говорю, сейчас переедем сюда. А у каких-то... Ой, где вы? Тут пока к ним подлезешь. У каких-то только вот такие, вот видите, вот она помидорочка. У каких-то только такие вот маленькие еще ботянички. Но это не важно. Первая кисть у нас завязалась на основном стволе. Вторая кисть на основном стволе у нас тоже уже отцвела. Вот видите, цветка нет. Там маленькая попырышка, она еще даже невидимая. Третья кисть на этом же кусте, вот она она, цветет. Это уже, ну как, на другом стволе. Она какая-то отцвела, какая-то цветет. Вот четвертая кисть, вот она готова. Пятая кисть тоже уже вот она. Куда еще кисти на пасынках? На каких, к черту, пасынках? Не надо никаких пасынков оставлять. Хотя бы эти две кисти, пусть растения... Вы представьте, сколько силы нужно, сколько нужно питательных веществ у крупноплодных томатов, чтобы 4-5 кистей вот эти все выкормить. Даже если у вас будет всего этих 5 кистей, они же крупные томаты, это будет очень большой объем. Ну как, если в килограммах. И вот я расстраивалась все про опыление. Вчера же опрыскивание делала, чтобы они хорошо завязывались. Но вот сегодня шарис тут, удаляя лишние пасынки, я вижу, что столько много вот этих яблочек маленьких, помидорных. Я поняла, что они и без мяса хорошо опылились, без опрыскивания. Даже вот на более высоких, видите? Куда ни сунься, везде висят томаты. Ну, будущие томаты, конечно. Пока они еще крошечные, ранеточки такие, дички. И вот, что я хотела сказать. Не поддавайтесь на уговоры, удаляйте вот эти все лишние пасынки. И тут главное не упустить. Если вот этот пасынок, который жирнючий, вот смотрите, какой жирнючий тоже вырос. Он уже с бутонами. Он уже, смотрите, с какими бутонами. Представьте, сколько он уже высосал в сил, которые могли бы направиться на увеличение вот этой завязи, вот этих яблочек. Все. Если вы решили, у вас было по плану вести, например, ботяню в один ствол, значит, введите в один ствол. А у меня вообще вот в два ствола, тут даже никакого разговора об оставлении дополнительных вот этих росточков не может быть и речи. Несмотря на то, что они хорошие, они уже половозрелые, они вот сейчас уже скоро зацветут, уже скоро на них будут плоды, но не вынесет растение, не выкормит столько вот этих цветочных кистей, сколько мы можем оставить. Нормируйте все равно пасынки удалять. Во-первых, это будет загущение, это будет плохой просвет, это будет плохое проветривание. Я сейчас вот все сделаю, и еще раз хочу опуститься вниз. Смотрите, при каждом подвязывании, как я уже говорила, я делаю весь комплекс. Я удаляю лишние пасынки, во время вот этой вот подвязки. Я срезаю нижние лишние листья, потому что, смотрите, вверху очень активно, массово нарастает вот эта большая зелень, и вот такой куст, это достаточно. А внизу листья, которые уже как бы закрыты верхними, на которых не попадает свет, которые уже как стареют, желтеют немножко. Но они не желтеют, но они, можно их убрать, я по одному-два в каждый заход убираю, без ущерба для здоровья. Я знаю, что некоторые против такой методики, что лишние листья не надо обрезать, пусть они все будут висят на растении. Но если куст вот такой богатый, зеленый, то достаточно вот этой верхней массы. Я для чего все это делаю? Я делаю для того, чтобы было нижнее проветривание, чтобы у нас, не дай бог, здесь какая-то сырость не появилась, какие-то грибковые заболевания. Видите, вот сейчас ветерочек хорошо, я освободила, и прям понизу идет проветривание. Все. Вот это о том, что не нужно загущать, не нужно упускать, нужно вовремя подвязывать. Видите, что начали заваливаться в разные стороны. Подтягивайте, подвязывайте, ну или на шпалеру, и обязательно удаляйте все пасынки, какими бы красивыми, какими бы заманчивыми они не были. Это будет все в ущерб урожаю. Все, до свидания. Еще хочу добавить, почему именно на этом этапе я вот залостряю внимание ваше на пасынках, потому что, когда мы снизу, вот когда одночальные пасынки удаляем, они вырастают маленькие и маленькие, и на них еще ничего нет. А вот на таком этапе порой пасынки появляются уже с цветочными кистями. Мы, казалось бы, вот недавно только что удалили, зашли, хоп, уже цветочные кисти. Именно наличие вот этих вот, ну бутонные, цветочные бутоны, именно наличие этих бутонов иногда останавливает нас от выщипывания этих пасынков. Казалось бы, ну вот же готовая кисть. И поэтому мы делаем такую ошибку, что оставляем их в ущерб развитию вот этого растения, в ущерб развитию урожая. Вот смотрите, вот сейчас я подошла, все-все-все в этих кистях, в бутонах цветочных. Ясно, что все эти бутоны растения не осилят. Сейчас половину буду убирать. Конечно, все это пасынки лишние.